Привет, это канал I Like Pet и в этом ролике мы расскажем вам необычные факты о мейн-кунах. Нежные гиганты именно так называют мейн-кунов из-за их крупных размеров и любви к ласке и вниманию. Эти кошки являются одной из самых популярных пород в нашей стране. Мейн-куны отличные мышеловые, хорошие питомцы, которые становятся настоящими членами семьи, в которой они живут. Представители породы не раз попадали в книгу рекордов Гиннеса, об их происхождении ходят легенды. В этом выпуске мы расскажем вам необычные факты об этих очаровательных гигантах из мира кошачьих. Мейн-кунов часто называют кота собаками, все из-за характера представителей породы. Эти кошки любят сопровождать своего хозяина во всех домашних делах. Они обожают играть в различные игры. Мейн-куны хорошо подаются в дрессировке. Некоторые заводчики даже рассказывают о том, что их питомцы умеют исполнять собачью команду Апорт. Мейн-куны – кошки-рекордсмены. Самое длинное тело среди кошачьих представители книги рекордов Гиннеса зарегистрировали у мейн-куна по кличке Стьюи из штата Невада. Длина от мочки носа до кончика хвоста у этого представителя породы составляет 123 сантиметра. А вот самые длинные усы были зарегистрированы у мейн-куна Мисси из Финляндии. Если у большинства кошек усы имеют длину от 5 до 8 сантиметров, то у Мисси они имеют длину 19 сантиметров. Родина мейн-кунов – американский штат Мэн. О происхождении представителей породы сложена не одна легенда. Так, некоторые считают, что мейн-куны появились в результате скрещивания полу диких кошек и енотов. Другие любители нежных гигантов утверждают, что мейн-куны являются потомками шести домашних кошек, которых королева Мария Антуанетта перевезла в штат Мэн, когда планировала сбежать из Франции во время Французской революции. А вот ученые склоняются к другой версии. В результате генетического тестирования они определили, что мейн-куны являются потомками норвежских лесных кошек и неизвестной вымершей домашней породы. Мейн-куны любят принимать водные процедуры. В отличие от большинства других кошек, представители породы не боятся воды и очень быстро приучаются к купанию. Они обожают зачерпывать лапами воду и плескаться. Мейн-куны могут жить в суровых климатических условиях. У этих кошек густая водоотталкивающая шерсть, которая помогает им сохранять тепло, когда они идут по снегу или льду. Лапы представителей породы также заслуживают внимания. Они большие, с пучками волос между подушечками и являются своеобразными снегоступами. Мейн-куны – великолепные актеры. Эти кошки были запечатлены в таких известных кинокартинах, как «Голодные игры», «Красный пес», «Полосатое счастье», «Биби Блоксберг» и «Тайна голубых снов». В одной из частей Гарри Поттера появляется кошка породы Мейн-кун по кличке Pebbles. Она исполняет роль миссис Норрис. Ее можно увидеть, когда она пристально следит за учениками магической школы или гордо восседает на руках хозяина. Мейн-куны – кошки-долгожители. В среднем представители породы живут от 12 до 15 лет, однако известны случаи, когда мейн-куны доживали до 25-27 лет. Таковы необычные факты о мейн-кунах. Кошках, которым есть чем удивить, помимо нежного характера и крупных размеров. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok